Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наступила долгожданная весна, Наталья Викторовна. Почему именно весной мы так активно подкармливаем наши растения? Вы знаете, Маша, наверное, комнатные цветы самые первые начинают реагировать на наступление весны, потому что начинают трогаться в рост, появляются молодые листочки. И этим нам говорят, кормите нас быстрее, мы закончили период покоя. Большинство комнатных цветов зимой отдыхают. Может быть, не в спячке находятся, просто набираются новых сил для будущего весеннего цветения. Это не касается тех цветов, которые зимой цветут. И цикламены цветут зимой, и фиалки, и пуансетти, азалия. Их мы, конечно, и зимой кормим. А большинство цветов комнатных, которые отдыхают зимой, мы их не кормим, только поливаем. И вот представьте, наши комнатные цветы всю свою жизнь растут в горшках, в вазонах. То есть имеют ограниченный земляной ком, ограниченный запас питательных веществ, которые заканчиваются у них за целый год. С нашим поливом выносится много питательных веществ. Растения их забирают на формирование цветов, листьев, побегов. Это же не открытый грунт, где растение может развести большую корневую систему, пойти вглубь земли или в ширину, чтобы набрать питательных веществ. Здесь все ограничено рамками горшка. И только мы с вами можем дать возможность растению нормально развиваться. Поэтому весной, после выхода растений из зимнего отдыха, нам нужно обязательно наши растения подкормить. Наталья Викторовна, как проявляется недостаток питания? Недостаток минерального питания очень четко проявляется на растениях. Во-первых, цвет листьев бледный, бледно-зеленый, они как бы чахнут без подкормки. Листочки мелкие, побеги вытягиваются. Часто растения даже вообще не цветут. А если и цветут, то не так пышно, как мы привыкли видеть и чего мы ждем от наших растений. Поэтому, конечно, если растений не хватает питания, это сразу заметно по внешнему виду растений. И вы должны четко понимать, что растениям на разных этапах нужны разные удобрения. Мы уже дали понять нашим любителям комнатных цветов, что зимой мы растения, которые отдыхают, практически не кормим. Весной начинаем кормить. И весной идет активный рост, появляются листочки, побеги. Нужен азот нашим растениям. Потому что азот отвечает за активный рост, за формирование кустика, за рост новых молодых побегов, за зеленый цвет листьев. И если вы будете в начале весной кормить фосфором или фосфорно-мелькалийным удобрением, ничего хорошего не будет. Им нужен сейчас азот. То есть кормим органическими или минеральными удобрениями, в которых присутствует больше азота. А когда растения начнут готовиться к цветению, будет фаза бутонизации цветения, тогда им нужно больше фосфора и азота. Поэтому об этом забывать нельзя. Наталья Викторовна, как правильно проводить подкормку растений? Растения, которые после зимы только-только выходят из отдыха, сразу давать полную дозу удобрений не следует. Поэтому сразу предупреждаю наших любителей комнатных цветов. Вы знаете, у растений существует вот такое правило. Лучше они будут пусть недокормленные, чем перекормленные. Представьте, вы сразу после зимнего отдыха дали полную дозу удобрений. И эти удобрения, они вот они в горшке, они поступают к корням. Корни еще не заработали в полную силу. Они только-только начинают функционировать. И вы даете сильную дозу, ну не сильную, большую дозу удобрений. Конечно, корни могут просто не справиться с этой дозой. И казалось бы, что мы накормили свои растения, дали им хорошую подкормку. А растение может даже погибнуть от избытка удобрений. Поэтому лучше не докормить. И когда вы начинаете подкормить растения, сразу пролейте обычной теплой водой. Для полива. Чтобы ком земли был влажным. Не давайте сразу подкормку на подсушенные растения. Потому что корни можно даже элементарно просто обжечь. И если даже вы растения пересадили недавно, вновь на нормальный грунт, то такое растение подкармливать сейчас не нужно. Кормим его, ну пересаженные растения, месяца через два. Потому что в этом горшке, пока что в грунте, много питательных веществ. Не перекармливаем. Какие бывают виды удобрений? Вы знаете, удобрений сейчас великое множество. Когда приходите в магазин, смотрите внимательно, что вам нужно купить. Потому что бывают удобрения и органические, и минеральные. Бывают удобрения в разных виде спреев, в флаконах. Бывают вот такие органические удобрения. Видите, уже готовые растворы. Мне очень нравится для подкормки растений покупать вот такие органические удобрения, которые практически универсальные. Они подходят для всех видов растений. Называется он идеал. И есть еще одно такое удобрение. Называется радуга. То есть они практически идентичны, за исключением комплекта микроэлементов. И эти удобрения очень легко разводить в воде. Есть нормировка. Так что внимательно читайте и подкармливайте растения. Удобрения бывают вот в таком сухом виде. Продаются гранулы или кристаллы. Тоже обязательно смотрим, как правильно развести. И вначале лучше первую подкормку дать половину дозы удобрений. Чтобы растение начало работать. Заработали его корни. Также для комнатных цветов бывают удобрения вот в виде таких палочек специальных. И они очень хороши, вот эти удобрения, для крупномеров. Для монстер, для фикусов, для пальм. Здесь написано, сколько таких палочек нужно на горшок. И лучше всего применять, конечно, для больших горшков. Если у вас большие меры, как правило, у них большие вазоны или горшки. Потому что маленький горшочек, если в одну палочку эту поместите, то она будет одна на горшок. И в том месте, где она находится, конечно, там будут растворяться питательные вещества. Но будет как бы однобокое внесение питательных веществ. А на большой горшок вы вносите 3-4 палочки по всему диаметру горшка. Вы засовываете их, погружаете их в грунт. И они на 2-3 месяца дают хорошую подкормку вашим растениям. И, конечно, хочу сказать, что многие любители комнатных цветов, они вот создают как бы коллекцию у себя, мини-коллекции дома. Кто-то увлекается фиалками. Поэтому есть удобрения специальные для фиалок, для цветущих растений. Кто-то любит кактусы. Поэтому есть удобрения специальные для кактусов. И вот для кактусов и суккулентов. Поэтому покупайте для своих коллекций специальные удобрения. Не подкармливайте кактусы, допустим, идеалом. Потому что это для него не очень подходит. Для суккулентов специальные удобрения, которые разработаны именно для этого вида цветов. Но вы знаете, что у нас растут орхидеи в редакции. Поэтому я свои орхидеи подкармливаю специальным удобрением именно для орхидеи. Я знаю, что наши цветы получат полный комплекс удобрений. Здесь есть все, что необходимо для цветущих орхидеев. Поэтому кормим правильно. Покупаем удобрения правильно. Наталья Викторовна, чем еще можно подкормить наше растение? Вы знаете, есть много подручных способов, подручных средств, которыми можно подкармливать свои комнатные цветы. Если вы не покупаете удобрения, вы противник, допустим, химических каких-то препаратов, у вас дома под рукой есть очень много средств, которыми можно подкормить комнатные цветы. Заварка, чайная заварка. Кофе. Кофейные зерна, которые вы уже сделали кофе. Не выливайте кофейную гущу. Ее тоже можно использовать для подкормки. Луковая шелуха, яичная скорлупа. Дальше дрожжи. Ну, давайте по порядку. Взяли вы луковую шелуху. Каждый день мы режем с вами, чистим лук. Луковую шелуху не выбрасывайте. Залили ее теплой водой, настояли сутки. Дальше эту луковую шелуху выбросили. А настоем прекрасно можно полить свои комнатные растения. Во-первых, там много в этом растворе питательных веществ и различных минералов, витаминов. И этот настой, он защищает от болезней и вредителей. Так что очень полезный настой луковой шелухи. Возьмите яичную скорлупу, но не от вареных яиц, а от свежих. Вы можете тоже залить их водой, настоять пару часов. И вот этим настоем пролить свои комнатные цветы. Или просто измельчить яичную скорлупу и добавить ее в грунт. Яичная скорлупа хороший источник калия. Поэтому вот такая будет хорошая подкормка калием, если вы добавите яичную скорлупу. Я знаю, что многие дачники привозят на зиму пакетик золы, древесной золы. Замечательная подкормка. Взяли чайную ложку на литр воды, настояли. И можете свои цветы поливать хоть каждую неделю. Потому что в вот этом растворе много и железа, и фосфора, и калия, и цинка, магния. Лука зола, она очень ценный источник питания, хорошая подкормка. Потом я знаю, что многие комнатные цветы большие сладкоежки. Это касается кактусов. И они очень любят подкормку с сладкой водичкой. Берете чайную ложку сахарного песка, разводите в одном литре воды и проливаете свои цветы. Не только суккуленты, но и другие цветы. Очень хорошо реагируют на подкормку сладкой водичкой. Дальше у нас есть дрожжи. Берете 10 грамм дрожжей обычных, чайную ложку сахарного песка на литр воды. Где-то часа два у вас это все побродит. Потому что дрожжи содержат много ферментов и способствуют активному росту растений. Потом этот раствор разбавляете. Берете одну часть этого раствора, разбавляете в пяти частях воды и поливаете. И ваши растения, как говорится, растут как на дрожжах. У многих есть алоэ. Знайте, что сок алоэ в разведенной воде тоже хорошая подкормка для комнатных цветов. Чайная ложка сока алоэ на один литр воды. И вот вам, пожалуйста, замечательная подкормка для комнатных цветов. Ну а кто не знает нашу марганцовку. Вот она вот, у меня пузыречек с марганцовкой. Это замечательный источник и марганца, и калия. Разводите в водичке, делайте розовый раствор. И делаем после полива растений марганцовкой. Очень хорошая и подкормка идет, и дезинфекция грунта. Так что, как видите, у нас очень много с вами подручных средств и материалов, которыми можно кормить наши комнатные цветы. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»